Ничто не расскажет лучшее становление театральной жизни в Бресте, чем афиши, выпущенные перед показом очередных спектаклей. А их, к слову, за 7,5 десятилетий на сцене Академического театра драмы было поставлено более 500. Эксклюзивная коллекция Анны Ковалевой, руководителя Музея Брест-театральной средней школы номер 12, попрала в себя не только самые яркие, но и самые редкие экземпляры. На отдельных даже есть автографы. Глядя на красочные картинки и такие живые снимки артистов, ощущаешь ту особую энергетику, которая жила в театре и продолжает жить. Отработали в этом коллективе сотни людей, поэтому сегодня наш праздник будет приурочен тому, чтобы вспомнить тех людей, которые работали, тех людей, которые свою жизнь, частицу своей жизни отдали на развитие театрального искусства в области. Поблагодарить тех людей, которые сегодня не работают в театре, но сегодня находятся вместе с нами в нашем зале и тоже празднуют это 75-летие, это наши ветераны. Поблагодарить тех зрителей, которые являются постоянными нашими гостями, которые дают нам ответную реакцию, и мы видим, в каком направлении театр должен сегодня развиваться. Ну и самое главное, поблагодарить тех людей, которые продолжают эту работу на ниве развития театрального искусства, нести светлое, чистое в массы, всегда приятно и всегда радостно слышать аплодисменты наших благодарных зрителей и видеть их улыбки. Большой праздник собрал в нарядно украшенном зале театра представители Министерства культуры, руководство управления, коллег из других учреждений. Сегодня все самые теплые и искренние слова в адрес юбиляров. Их труд значим, а вклад в развитие театрального пространства страны ценен. Театр развивается, развивается в прогрессе, даже мы видели те мероприятия, которые буквально недавно проводили, это тысячелетие, где театр нас принимал большое участие, показал, насколько на высоком уровне справились работники театра. Та же «Белая вежа», когда за две-три недели на спектакли мы уже не могли приобрести билеты. То есть это говорит о том, что театр развивается, театр прогрессирует, и у театра хорошее большое будущее. То, что особенно отличает Брестский академический театр драмы от других аналогичных учреждений страны, его творческая многовекторность, которая проявляется в организации большого количества мероприятий. В их числе почетное первое место у международного фестиваля «Белая вежа». Популярность и престиж форума искусства определяет качественный и количественный состав участников. За годы проведения на Брестской сцене выступали артисты из нескольких десятков стран. Чем отметность Брестского театра, что он заховывает баланс между классическим и реалистическим театральным мастерством, основанным на белорусской, на русской театральной традиции и новаторскими тенденциями, которые, до речи, проявляются не только в постановках, но и в театральных мероприемствах, которые проводятся в этом доме и побачь этим домам, и протягивают до театра новые колы глядачов, новые колы прихильников. Ну и, изразумело, уклад Брестского театра, это уже у агульно-республиканского, агульно-белорусского театрального плыня, театральное життя, это фестиваль «Белая вежа». Далеко не каждый регион и навод столицы, но в Минске, до речи, нема своего такого державного международного театрального фестиваля. Красивый юбилей – очередная ступенька, возможность подвести итоги и понять, в каком направлении двигаться. А большое количество гостей в зале, желающих поздравить коллектив и любимых артистов с праздником, яркое подтверждение тому, что курс десятилетиями назад был выбран правильно и осознанно. И чем дальше, тем интереснее. Вообще, я желаю в этот праздник нашим дорогим коллегам, в первую очередь, творческих успехов, побольше интересных, масштабных ролей, естественно, признания зрительского, ну и здоровья, здоровья всем. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.